Кровь качается не только во рту, но это пятна луки. Этот компонент называется вегетацией. Если у нас сосуды ломкие. Инфекционный эндокардит. Инфекционный эндокардит это инфекционная опиозноязвенная висолина эндокарда, которая сопровождается образованием вегетации. Эти вегетации могут образоваться либо на самом клапане, либо над клапан, либо под клапан. И таким образом это ведет их деструкция и нарушение функций и формирование недостаточности этого клапана. Сейчас мы будем более подробно все разбирать. Почему именно это называется папиллозноязвение? Это не просто так названо, для этого есть причина. Почему именно папиллозно? Почему их сравнивают с полипами? Сейчас дальше в фатогенезме мы это разберем. И во-вторых, тоже как образуется эта вегетация, что это такое и так далее. А именно это сейчас все более подробно разберем. Но до этого нужно понять одну вещь, что есть у нас два случая. Во-первых, клапан может быть здоров, может быть интактный, так называется. Здоровый, интактный клапан, то есть он неизменен. А во-втором случае, когда у нас уже имеется ранее измененный клапан, который уже поврежден. В первом случае, когда это неизмененный клапан, если придут микроорганизмы, сядут на этот клапан и вызывают воспаление, то в этом случае это называется уже первичный инфекционный эндокардит. А во-втором случае, когда эти микроорганизмы уже поражают ранее измененные клапаны, то в этом случае это уже называется вторичный инфекционный эндокардит. А почему это может быть ранее измененный? Вследствие чего? Это вследствие какие-то пороки сердца, врожденные пороки сердца, приобретенные пороки сердца, пролапсом трамвого клапана, например. Вот, искусственные клапаны, рифматические пороки сердца и так далее. Это все ведет к изменению в клапане. И когда микроорганизмы сядут на этот клапан и вызывают новый инфекционный эндокардит, то это уже называется вторичный инфекционный эндокардит. И как мы сказали, первичный это когда неизмененные клапаны. Вот. Если рассматривать, какой клапан чаще всего поражается, то в общем поражается чаще всего артальный и метральный клапан. Тоже для этого есть причина. Сейчас дальше в процессе патогенеза мы это более подробно разберем. Почему именно эти два клапана? Вот. Но если брать наркоманы, то чаще всего у наркоманов получается, что у них три госпитальные клапаны чаще всего поражаются. Именно три госпитальные. То есть среди наркоманов где-то 50-60 процентов именно у них чаще всего три госпитальные клапаны поражаются. И почему именно три госпитальные? Ну потому что все это же наркотик они в вену вводят. И все это по венозным токам крови попадает в сердце. То есть по венам, по верхней поле вен, все это попадет в правое предсердие. И потом через три госпитальные клапаны все это попадет в правый желудочек. То есть первое, с чем они сталкиваются, это три госпитальные клапаны. Поэтому чаще всего у них поражаются три госпитальные клапаны. Вот. Как мы видим на картине, вот это вегетация. Это на метральный клапан. Вот. Эти вегетации могут образоваться либо над клапаном, либо на самом клапане, либо под клапаном. И таким образом вызывают деструкцию и нарушение функции формирования недостаточности этого клапана. То есть сейчас в этом случае это недостаточности метрального клапана. Тоже, кстати, для этого есть видео. Если вам интересно более знат про этот порог, то можете смотреть видео. То есть во время систола желудочка, левого желудочка, кровь качается не только во рту, но и в левой предсердии. То есть это ведет, что будет дополнительная порция крови в левом предсердии. Это ведет к тому, что это создаются, происходит перегрузка левой предсердии, перегрузка объема. Что в дальнейшем ведет к кипертрофии и удалитации. Вот. Геология. В общем, любой инфекционный агент может вызвать инфекционный эндокардит. То есть в общем, любой инфекционный агент может вызвать воспаление. То есть это и грубые вирусы, холомидии, мекоплазмы, то есть прям все. Любой инфекционный агент. Но если рассматривать, что чаще всего вызывает, то это стриптококки. Вот сейчас дать таблицу будет. Чаще всего стриптококк вызывает инфекционный эндокардит. На втором месте идет стафилококки. И дальше. Граммотрицательная аэробная палочка. И потом анаэробик грибе. А если рассматривать именно из стриптококк, то чаще всего это стриптококкус веридаз, то есть зеленящий стриптококк. Он чаще всего вызывает инфекционный эндокардит. Дальше идет энтерококкус и потом другие стриптококки. А из стафилококков, чаще всего это стафилококкус ауэрус, то есть золотистый стриптококк. Вот. То есть стриптококки, в общем, все, где-то 60-80% вызывают инфекционный эндокардит. А стафилококки все, в общем, это 20-35%. А именно зеленящий стриптококк, то есть из этих 60-80%, где-то 30-40% именно зеленящий стриптококк. Ну, тоже по такой схеме дальше это все идет. То, что нам надо знать, что чаще всего это стриптококки, именно стриптококкоз веридаз, то есть зеленящий. На втором месте идет стафилококк, а именно стриптококкоз ауэрус, то есть стриптококк. И если брать, то есть золотистый стафилококк, то когда чаще всего он поражает? И он чаще всего поражает при инвазии именно на фоне хирургических и кардиохирургических вмешательств. Вот. А при этом тот тип инфекционный эндокардит отличается острым течением заболевания и частным поражением интактных клапанов. Вот. Это именно золотистый стафилококк. Если брать грамотрицательные микрофлоры, то чаще всего это связано с наркоманом. То есть у наркоманов чаще всего поражаются, которые страдают хроническим алкоголизмом и психическим заболеванием. Вот. И в тех случаях заболевания, как правило, протекают с тяжелым поражением эндокарда, которые не поддаются лечению антибиотиками. Вот. Тоже про это нужно знать. Это гениаль. По современным представлениям, инфекционный эндокардит вызывается в результате сложного взаимодействия трех основных факторов. Это бактерия, это повреждение эндотелия, а это ослабление резистентности организма. Сейчас мы будем это разбирать, но мы будем это как бы коротко быстро разбирать. Если вам интересно, и вам надо это более подробно разбирать, то есть для этого отдельное видео. Можете переходить, смотреть, там мы реально все шаг за шагом с рисунками разбирались. Идите посмотрите, если вам надо более подробно знать. Но сейчас будем еще коротко разбирать. Вот. Как мы сказали, трех факторов это бактерия. Что такое бактерия? Это циркуляция тех или иных инфекционных агентов в кровяновном русле. Что может случить источником эти бактерии? Во-первых, это разнообразные очаги хронической инфекции в организме. То есть это отитит, танзелит, фаренгит, аппендицит, то есть любой-любой хронический очаг в организме, коренозные зубы, например, даже. Все это может случиться источником бактерии. Второе. Это любые оперативные вмешательства. То есть на органах брюшной полости, на сердце, на суставах, даже экстракция зубов. Тоже это может служить источником бактериями. Третий. Это инвазивные исследования внутренних органов. Что это значит? Это, например, катетеризация мочевого пузыря. Вот. Это тоже может быть. Это, например, катетер вени тоже может служить. И так далее. А последнее. Это несоблюдение, несоблюдание стерильности при полиентеральных инъекциях. То есть у наркоманов, например. То есть все это у них нестерильно, и они все это в вину вводят. И так далее. И нужно, кстати, обратить внимание на то, что утром, когда человек просто просыпается, пойдет зубы чистить, то это даже может вести кратковременные бактерии. Но количество бактерий так мало, что это не за что просто человек, когда проснулся, очистил свои зубы, что за что его инфоксионный эндокардит. Нет. Для этого нужно присоединение к другим факторам риска. Вот. Поэтому мы сейчас будем говорить о втором called это повреждение МДТЛ. Повреждение МДТЛ. То есть если мы это разбирали, когда мы говорили про два случая, первичный и вторичный инфоксионный эндокардит. Всегда при вторичном инфоксионном эндокардите уже имеется повреждение МДТЛ. То есть в общем, грубо говоря, можно говорить, что повреждение МДТЛ это какой-то фактор риск, который при его присоединении к другим факторам риска увеличивается риск трансформации бактериямия инфэкционной эндокардииды. То есть у нас есть бактериямия. Если к этим присоединяется повреждение ИнДТЛ, то риск разв pop addiction увеличивается. Как мы видим, то есть при наличии повреждений ИнДТЛ риск трансформации бактериймия инфэкционной эндокардииды достигает 90%. То есть риск увеличивается. Это чаще всего при вторичном инфекционном эндокардите, где уже имеется ранее преобразённый или врождённый порог сердца. А в случае первичного инфекционного эндокардита, то для этого нужны другие факторы риска. Что это может быть? Первый – это гемодинамические нарушения и метаболические расстройства. Например, при сахарном диабете имеется много глюкоз. При ишемической болезни сердца, то есть атеросклерозе, имеется много липидов. То есть эти липиды, эти глюкозы, то есть это что называется? Это называется метаболическое расстройство. Всё это может влиять на этот ранний, на этот интактный здоровый, неповреждённый клапан и как бы влиять на него и увеличивать риск развития инфекционного эндокардита. Вот. Второй – это высокоскоростных и турбулентных потоков крови. Вот, когда вам обещаю рассказать, почему именно атертальный и метаболический клапан чаще всего выражаются. Это из-за этого. То есть, если рассматривать сердце, то левый желудочек – это самая большая камера сердца. Она больше правого желудочка и больше лубого предсердия. Поэтому, когда левый желудочек качает кровь, она качает его сильнее всех других камер. То есть, этот поток кровь, который пойдёт в сторону атертальный и метральный клапан, он самый быстрый. То есть, имеется в высокоскоростных и турбулентных потоках крови. То есть, когда этот кровь пойдёт в сторону атертальный клапан, то таким образом всё сильно-сильно идёт. Это увеличивает риск трансформации бактерии в инфакционном эндокардите. Вот. Поэтому, это увеличивается фактором риска. Так мы видим на картине. Всё, что мы сказали, сейчас будет перед вами видно. То есть, это клапан, створок клапана. И это бактеремия. Произошло какое-то повреждение клапана, повреждение эндотелия. Пришли тромбоциты и произошла местная коагуляция. Вот. То есть, образовались микротромбы. При одновременном присутствии бактеремии, эти бактерии придут и сядут здесь. Происходит колонизация микроорганизма. То есть, таким образом получается, что у нас есть два слоя. Первый слой – это слой тромбоциты. И на них прикрывается второй слой бактерии. То есть, или в общем микроорганизме. А потом, на эти микроорганизмы придёт ещё третий слой тромбоцитом и фибрином. Покрывается тромбоцитом и фибрином. И получается, как будто эти микроорганизмы защищённые здесь. Как будто какая-то плёнка их покрывает. Это является благоприятным фактором, благоприятным условием для их жизнедеятельности. То есть, эти микроорганизмы спокойно там живут. Если фагоциты придёт отсюда, она их вообще не видит. И даже если она хочет как бы действовать, то она не сможет, потому что эти микроорганизмы защищённые. Вот. И таким образом получается какой-то компонент. Этот компонент называется вегетацией. Они образуются либо на клапан, либо над клапан, либо под клапан. Вот. Этот компонент, то есть вегетация, они похожи на полип. В виду, вот, похожи на полип. Поэтому, как мы сказали в определении, что инфекционный эндокардит это папилозно-язвенное воспаление. Почему? Потому что похоже на полип. Который образуется на клапан. Ну, как мы видим, всё. Вот. Почему именно это папилозное воспаление. И третий фактор, это ослабление резистентности организма. То есть, если у нас была бактеремия, и к этим присоединилась повреждение до тела, то риск будет высокий. Но если к всему этому присоединяется ещё ослабление резистентности организма, то риск будет очень-очень высокий. И намного-намного увеличивается. Вот. То есть, что это значит? Это, в общем, это иммунная система. То есть, если у человека иммунная система хорошая, сильная, там, здоровая, то если изначально она видела бактеремия, иммунная система сразу пойдёт действовать, убирать все эти микроорганизмы. Если иммунная система видела, что есть повреждение до тела, сразу иммунная система реагирует и решает эту проблему. Но, если у нас иммунная система слабая, то есть, в общем, это иммунодефицитные люди. Вот. У них иммунная система не может реагировать на всё это. Поэтому это увеличивает риск трансформации бактеремии в инфекционный эндокридит. То есть, в общем, это как бы взаимодействие микроорганизм и макроорганизм. Когда макроорганизм не может реагировать на это. То есть, как инфекционисты говорят, любая инфекционная болезнь – это борьба между микроорганизмом и макроорганизмом и доминирует тот, кто выиграет. Если макроорганизм из иммунной системы не может реагировать на эти микроорганизмы, то есть, бактерии, то доминирует эти микроорганизмы, они выиграют и вызывают инфекционный эндокридит. Это то, что имеется в виду при ослаблении резистентности организма. Вот. Это происходит под влиянием, при утомлении, при охлаждении, длительно текущих заплеваний внутренних органов и другие неблагоприятные факторы окружающей среды. То есть, как мы сказали, при этом решающие значения имеют изменение иммунного статуса, то есть иммунной системы. Компания, то есть жалобы. Можно это разделить на три группы. Во-первых, это лихорадкая интоксикация. Второй, это кардиальные жалобы. Третий, это экстракардиальные жалобы, то есть другие жалобы. Давайте разберем каждый. Лихорадкая интоксикация. Это наиболее ранние и постоянные симптомы инфоксионного эндокардита. Она наблюдается почти у всех волны. Как начинается от лихорадка? Все начинается с субфибридным температурой, то есть где-то 37, 36,9, например, то в общем до 37,5. Так это начинается. К этим что присоединяется? Присоединяется, например, недомогание, головные боли, общая слабость, бессредомляемость, похудение, снижение аппетита. То есть какие-то общие-общие симптомы, которые не типичны для какого-то заболевания. И как мы сказали, это субфибридная температура есть. И она сопровождается тоже потливость и познабливание. В этот период кардиальные жалобы, как правило, отсутствуют, за исключением стойкой выраженной синцевой тахикардии, которые часто неверно связывают с повышенной температурой тела. То есть это как у всех. Если у человека температура повысилась, то он просто скажет, да, я куда-то там побежал, поэтому и так далее. Если там голова болит, ну да, или желудок болит, да, приел просто так. Вот, здесь тоже люди так делают, то есть просто они сразу, они связывают этот синцевой тахикардия с повышенной температурой тела. Вот. Или с бронхитом, танзелитом и так далее. Через несколько недель, где-то 5-8 недель, это все идет к хуже, мы начинаем. То есть формулируется более типичная клиника инфекционного эндокардия. Что начинается? Начинается неправильная лихорадка, она как имеет определенный тип, она ремитирующий тип. Вот, имеет ремитирующий тип. Температура тела повышалась где-то до 38-39, то есть если мы сказали в начале 37-5, то сейчас уже 38-39. А к этим присоединяется уже ознобе, то есть видите, все уже хуже, хуже. Вот. И может выделяться обильный липкий пот. Это первое. А второе. Крадиальные желоби. Они обычно уже появляются уже позже. Вот. Когда уже присоединяется ортальный или метральный порог сердца. Вот. Что это может быть? Это может быть отдышка при небо, чуфической нагрузке или в покое даже. Это может быть болт в области сердца. Или стойкая синусовая тахикардия. Но здесь эта синусовая тахикардия, она не зависит от степени повышения температуры тела. То есть если в начале человек сказал, что это связная с температурой тела, то здесь он замечает, что у него нормальная температура, но все равно у него стойкая синусовая тахикардия. Поэтому следует уже на это обратить внимание. Вот. Другие желоби. То есть это что может быть? Это может быть отек под глазами. Это может быть интенсивные головные боли. Головокружение, тошнота, рвота. То есть это симптомы, которые не типичны для мастерного инакардио. Это резкие боли в левом подреберье вследствие инфаркции лезьонки. Это высыпание на коже по типу геморрагического васкулита. Это клинические проявления инфарктной пневмонии. Внезапное потеря зрения и боли в суставах. Вот. Мизикальное исследование. Что начинается с осмотром? Как мы видим, вот есть признаки. Мы сейчас будем все подробно все разбирать и вы узнаете. Первый. Это бледность кожных покровов. Смотрим на человека, видим, что он бледный. Второй. Похудение. То есть человек начинается похудеть. Это похудение может развиваться очень быстро. В течение нескольких недель. Но эти два признака, как бы, ну, пока это не типично тоже. То есть любой человек может бледнеет, не только из инфаркции лезьонокардит. А похудение сами по себе может любиться признакам, как будто онкозаболевание. Вот. А остальные четыре, они, как бы, более типичны для инфаркционного эндокардита. Третье. Это изменение концевых фаланг палец. То есть палец будет в виде барабанных палочек. А ногти будут по типу часовых стекля. Сейчас вам фотки покажу. Вот. Как мы видим, палец по виду барабанных палочек. И ногти по виду часовых стеклях. Вот здесь тоже изображено. Вот схема даже. Вот плечи ухода. Твертое. Это периферические симптомы, которые обусловлены воскулителем боли. Первое из них. Именно из периферических симптомов. Первое. Это появление петихиальной геморрагической высыпания. Вот, как мы видим, схема. Вот. Но они имеют определенный характер. Какой? Во-первых, они не бледнеют при надавливании. Второе. Они без болезни, не при парпации. Вот. Это важно, чтобы определить именно, что это высыпание. Именно высыпание инфаркционного эндокардита. Вот. Локализация обычно на передней верхней поверхности грудной клетки или на ногах. И со временем эти петихи преобладают в коричневый отъемок и потом исчезают. Второе периферические проявления. Это пятна Лукина. То есть по автору так называется пятна Лукина. Она объявляется на конъюнктиве. На конъюнктиве. Вот. Схема видна. Это клинические случаи. Вот еще. Вот еще. Когда человек что-то видит, более быстро запоминает. Более длительно это запоминает. Третий. Это пятна Рота. Что это представляет собой? Это представляет собой мелькое кровоизлияние на сочетках глаз. Вот. Вот. Коза здесь видно. Вот. И она имеет одну характеристика. То, что в центре она имеет бледный цвет. То есть пятна красного цвета, а в центре бледноватые. Вот. Пятна Рота называется. Четвертые. Это линейные гоморраги под ногтем. Вот схема. И вот клинические случаи. Это все периферические проявления. Вот еще узельки Ослера, как мы видим. Узельки Ослера это воспалительные инфильтраты, которые обусловлены тромбоваскулитом или эмболией в мелькие сосуды. Где они обычно располагаются в коже и подкожевые клетчатки. Либо в ладон, или в подошвах, например. Вот. Вот тоже. Ослера. Вот. Есть такая проба. Сейчас расскажу. В этом пробе что сделаем. Берем манжету. Накладываем ее. И создаем давление, которое приравнивается 100 мм в тутом от столба. На 5 минут оставим. И потом, после 5 минут, мы оцениваем результат. Вот. Это может быть либо отрицательная проба, либо положительная проба. Как мы это оцениваем? Если пробы будут положительные, то ниже этой манжеты у нас появляются 5-х. Но их количество больше 10-ти. Вот как мы видим. И диаметр их где-то 0-5 см. А если вы являетесь менее 10-5-х, то это будет отрицательный результат. То есть, пробуют отрицательный результат. Вот. То есть, ну, при положительном результате, то это будет вакциальная эндокартия. Чтобы объяснить, почему появляются более 5-х. Это потому, что у нас сосуды будут ломкие, и будет повышена проницаемость сосудов. При этом, это ведет к тому, что опытех появляется. Вот. Но стоит помнить, что все эти периферические симптомы инфекционного эндокартия в последние годы появляются достаточно редко. Вот. Это признак сердечной недостаточности. Но это будет как бы более поздно, поздно, поздно. Не изначально. Так сразу будет признак сердечной недостаточности. То есть, сначала придут там эти вегетации, нарушают функции клапана. Потом, если это будет, например, метральная недостаточность, то еще нужно время, чтобы там вся эта перегрузка, как мы и говорили изначально, вызвала там гипертрофия, там, например, левого предсердия, потом юдилитации, и так далее, и так далее. И потом, в дальнейшем, все это ведет к сердечной недостаточности. То есть, это не просто так. Это уже при поздних стадиях. То есть, будут там положение ортопноя, цианоз, влажные, застойные хрипы в легких, отек на ногах, набухание шейных вен, и гепатоспиномегали. Нет, точно гепатоспиномегалия только. И шестой, другие внешние проявления. То есть, вследствие чего-то, у нас будет какая-то клиника. Например, вследствие инфаркта мозга, который развивается вследствие тромбоэмболии мозговых сосудов, у нас будет нарушение сознания, параличие, порезы, нефрологические симптомы, например, то есть, общемозговые и очаговые нефрологические симптомы. Вследствие тела, у нас будет признак тромбоэмболии логичной артерии. То есть, одышка, удушья, боль за грудиной и цианоз. Вследствие тромбоэмболии и септического поражения селезенки, у нас будет спленомегалия и болезнь на субъевом подрепеле, ну там, где селезенка. Вот, и будут, например, еще признаки артрит, мельких суставов, кистей, рог, стоп. Давайте сейчас приступим к лабораторной и инструментальной исследованию. То есть, что это? Это общий анализ крови, биохимический анализ крови. Это пассив кровной стерильности, это ЭКГ, эхокардиография, ну, в общем, все. То есть, да, это пять признаков. Самый главный из этих является пассив кровной стерильности и эхокардиография. Сейчас более подробно это разберем. То есть, первое. Это общий биохимический анализ крови. Что может быть в общем анализе крови? Это может быть анемия, увеличение слоя и лейкоцидоз со сдвигом, лейкоцидарной формулы влево. То есть, это именно общий анализ крови. В биохимическом анализе крови, как правило, определяется самое важное, это диспротеинемия. То есть, происходит снижение альбумина и увеличение гамма-глобулина. Вот. Кроме этого, то есть, появляется сероактивный белок, протеин. И, в общем, содержание фибриноген, серо-мукоид. Вот. То есть, это все, как бы, тоже не специфично. Но следует обратить внимание. Сейчас, пассив кровной стерильности. То есть, для этого нужно соблюдение нескольких принципов. То есть, это не просто так, просто брали кровь и все. Во-первых, этот забор крови должен проводиться до начала антибактериальной терапии. Или, если уже это не позволяет состояние больного, то после кратковременной отмены антибиотиков. Почему? Это, чтобы избежать ложных отрицательных результатов. То есть, например, у человека есть бактериемия в крови, но он уже начал принять антибактериальную терапию. То есть, эти антибиотики, они могут подавлять рост этих бактерий. Поэтому, если мы здесь придем и забираем крови у пациента, то у нас результаты будут отрицательные. Но это не значит, что у него нет бактерий в крови. В реальности у него есть бактериемия. Но просто эти антибиотики, которые он уже начал принимать, они подавляли, там, влияли на результат и влияли к ложным отрицательным результатам. Вот. Поэтому нужно проводить либо до начала антибактериальной терапии, либо после кратковременной отмены антибиотиков. Вот. Это первый. Второй. Забор крови осуществляется с соблюданием правил астептики и антисептики. То есть, есть специальный систем. То есть, нужны перчатки там одевать, место забора должно обрабатывать два раза до забора крови и так далее. И сразу, немедленно, после забора крови, это должен быть доставлен в лабораторию. То есть, эти три принципа мы должны строго соблюдать. ЭКГ. Изменения ЭКГ при инфекционном эндокротитее не специфичны вообще. То есть, если говорить, например, про ЗУПЦТ, то в общем ЗУПЦТ является самой изменчивой частью ЭКГ. И ВИНВЕРСИЯ в нескольких отведениях может возникать просто вследствие гипервентиляции при психоэмоциональной нагрузке. Поэтому это вообще не специфично. Для этого, ну, это можно знать хорошо, конечно, нужно знать, но это всё не специфично. Больше специфично это эхокардиография. Это как бы золотой стандарт в диагностике с вакциной эндокардии. Почему? Потому что это позволяет нам выявить и видеть эти вегетации. То есть, делаем УЗИ сердца, посмотрим. О, да, вот это вегетация. Сейчас покажу на фотках. Вегетация будет виднее. А дальше, ну, особенно если есть хороший аппарат у здесь, то это очень хорошо позволяет нам выявить. Вот. Вегетация. Вегетация наклапана. Они так выглядят на УЗИ. Вот это тоже. Вот. Поэтому, исходя из этого, у нас сейчас есть критерии диагностики инфекционного эндокардита. То есть, какие критерии нужно видеть, чтобы поставить диагноз инфекционный эндокардит. Вот. Это, то есть, можно так считать, разделить на группы. То есть, всё это, это, то есть, клинические проявления. Это эхокардиографические проявления и результат посеб крови. То есть, клиника, результат посеб и эхокардиография. Поэтому, исходя из этого, у нас есть две группы критерий. Это большие критерии и маленькие критерии. Давайте разберём каждый. Большие критерии. Это два. Это положительные результаты посева крови. Это эхокардиографические признаки положения эндокарда. Это всё влезло в большие критерии. То есть, положительные результаты посева крови. Что это значит? Это значит, что должно быть наличие двух отдельных пробок крови, одного из типичных возбудителей. Типичных. То есть, как мы сказали в начале, это стрептококкус веридан, стрептококкус бовес, стрептококкус ауэрус, эндрококки или группы насек. То есть, это типичные. Если есть два отдельные пробы, где выявляется один из этих типичных возбудителей, то это считается одним большой критерием. Или второй, это может быть стойкая бактериемия. Но это не типичный возбудитель, то есть, независимо от возбудителя. Если это определяется или в двух и более пробах крови, взятых с интервалом 20 часов, или в трёх и более пробах крови, которые взяты с интервалом не менее одного часа, между первой и последней пробы. Это то, что касается положительных результатов посева крови. Что касается эхокардиографических признаков поражения эндокарда, то это, как мы сказали, выявление самих вегетаций. То есть, подвижные вегетации, абсцесс фиброзного кольца и новые повреждения искусственного клапана. И развитие статусы клапана. То есть, это являются большие критерии. А что касается амалии критерий, это наличие заболеваний сердца, которые предрасполагают к развитию вакциона эндокардии. Это лихорадка выше 38. Это ссутие осложнения, как мы видим, все эти. Это иммунные проявления. То есть, как мы сказали, это периферические проявления, какие как узельки ос, лират, пятна рота и так далее. Это микробиологические данные, то есть, положительные результаты посева крови, не соответствующие основному критерию. То, что мы сказали в предыдущем. Это эхокардиографические данные, которые соответствуют диагнозу инфакционного эндокардита, но не отвечают основному критерию. То, что мы предчислили. Вот. То есть, все эхокардиографические признаки, кроме вегидации, аптез и так далее. Вот. Это считается малей критерией. Таким образом получается, если у нас есть две большие критерии, то можно смело выставить диагноз инфакционного эндокардита. Если есть один большой и три малые критерии, то же самое можно поставить диагноз инфакционного эндокардита. А если есть пять малых критерий, то то же самое можно поставить диагноз. То есть, должны быть эти. Мы строго должны это соблюдать. Вот. Теперь лечение. То же здесь нужно соблюдать некоторые принципы. А это. Лечение должно быть этиотропным, то есть, направленным на конкретного возбудителя. То есть, поставив крови, выявим, что это за возбудитель, и конкретно на него действует. Вот. Второе. Это то, что для лечения, следует принять только такие антибактериальные препараты, которые обладают бактериоцидным действием, но не бактериостатическим. То есть, именно бактериоцидным действием. Третье. Терапия инфекционного возбудителя должна быть непрерывной и продолжительной. То есть, если это стриптококк, 4 недели. Страфилококк, 6 недели. Граммотрясальная флора, 8 недели. Таким образом. Третье. Что мы должны создать высокой концентрации антибиотики. Почему именно высокой концентрации? Потому что, как мы сказали, что эти микроорганизмы, они скрыты внутри пленка. Они со всех сторон покрыты тромбоцитами и фибринами. Поэтому, для этого, чтобы мы могли их к ним достигать, мы должны создать высокую концентрацию антибиотики крови. Потому что они защищены внутри этой пленки. Пятое. Тоже мы должны строго соблюдать критерии прекращения лечения антибиотиками. Ну, это, как мы видим. Это нормализация температуры тела. То, что оно полное должно нормализоваться. Тоже лабораторные показатели. Клинические проявления. Все это должно исчезти. Вот. Шестое. При нарастании признаков иммунно-патологической реакции. То есть, как миокардит, воскулит и так далее. Можно это принимать. Глококортикостероиды, антиагреганты. Там, гипериммунные плазмы, иммуноглобулины человека и плазмоферез. И последнее. То, что при неэффективности консервативного лечения в течение четырех недель, можно уже приступить к хирургическому лечению. Вот. Ну, для этого есть показания. Мы сейчас дальше разберем вместе. Вот. Антибактериальная терапия. Здесь, то есть, какие антибиотики можно использовать? Можно использовать ицелин, 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 икарбопинеми, аминогликозиди, ирифамбицин, и лифторхиналон. Вот. Есть такие схемы, то есть, ну, в зависимости от каждого водителя, можете препирать, сколько доза, длительность. Вот. Если вам интересно, можете читать, посмотреть. Если стафилококк, например, то есть, гаммаотрясательные бактерии, грибы. Вот. И, как мы сказали, хирургической литвине. В чем это заключается? Это заключается в проведении механической удаления инфицированной тканей с последующей традициональной антибактериотерапией. Вот. А при необходимости осуществляют протезирование пораженного клапана. Вот. Это, как бы, показания для проведения хирургической литвине. То есть, это перфорация или отрыв створа клапана. Это артериальные тромбоэмболии. Это абцессии миокорда. Это грибковый эндокардит. Это инфекционный эндокардит клапанного протеза. Вот. И это не эффективность этой тропной терапии, как мы сказали, в течение трех-четырех недель. Вот. После этого же можно приступить к хирургической лечению. То есть, это показания для этого. Ну, все же. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...